всем привет костелло здесь и я тут слегка ребят приболел поэтому у меня порой будет голос не алё буду очень часто кашлять и носом шмыгать вот это первое второе сегодня сделаем реакцию на дух моей общаги и третью серию пока у меня тут обстоят кое-какие не очень дела дело в том что у меня сразу два обзора на primal были заблокированы один еле-еле смог от блокировки избавить второй рендерится уже который час поэтому я не знаю когда он выйдет но перезаливать я это не хочу потому что очень геморно это будет перезаливать перемонтировать все это дело поэтому мне проще это все в редакторе подредактировать и выпустить ее в виде урезанной версии поэтому еще одна новость вначале что полные версии вот этих вот обзоров как только вот он будет готов как только избавиться от этой блокировки выпущу полную версию в вк так что следите за вкладкой сообщества он там один пост он обновится ну и потом еще в каком-нибудь ролике в начале скажу чтобы по ссылке в описании смотрите ссылку на вк на моем где можете увидеть полные версии моих вот этих двух обзоров потому что на ютубе они будут урезаны потому что я не хочу перемонтировать их снова да потому поэтому они будут именно в таком виде как будет обстоять дела с 7 серии я честно говоря не знаю надо сначала дождаться выхода с собой серии это раз а второе не знаю будет ли повторной блокировки вот у этого обзора так что всякое может быть а так дух моей общаги вышла 3 серия название как бы нам говорит камеру вырубай на поехали это короче дать еще раз это это универ я так понимаю слушайте а вот такой ремейк я бы посмотрел на самом деле по универу потому что сейчас вовсю делается ремейк реанимация по острову сокровищ уже многие анонсировали в том числе bad комедия не знаю будет ли реакции или нет потому что мог быть авторские права все дела в плане звука но может быть выйдет может быть не выйдет посмотрим блин ну серьезно я бы такую версию универ бы посмотрел канал любимый тем более это если чё такой местный моё гром во вселенной феникса по которому даже есть отдельный ролик в виде тизера его отдельного сериала вроде ли типа того сегодня сильнейшие медиумы одержавшие победу в прошлых сезонных программы помогут распутать клубок туго завязанных обстоятельств приведших к смерти невинного студента нт нтн самое главное и блин отдельно отдельно аплодисменты чуваку который смог имитировать голос всеволода кузнецова который является как диктором для битв экстрасенсов и не только так и голосом геральда из риви из ведьмака и да кстати тут есть короче я заметил qr-код можно сейчас попробовать понять что там так секунду qr-код ну-ка что там дака посмотрим так по qr-коду открывается ролик на видеокомикс бессонный паралич это мы смотреть будем потом либо не будем смотреть вовсе и сегодня сильнейшие медиумы одержавшие победу в прошлых сезонных программы помогут распутать клубок туго завязанную но я тюката умерших к смерти если у вас есть магический да вы можете стать участником программы телефон email интересно кто-нибудь вбивал этот email напишите в комментариях что там будет невинного студент и по телефону кто не звонил алексей душнов в семье ласково называемый алежий был тихим ребенком дружная семья любящие родители и сестра за которые алежи вставал горой это сейчас нам типа предысторию рассказу туда-то вот друга призрака мы их оленятами называли пугливые оба глаза огромные умные отличник алежи был любимцем семьи поддерживал связь с роднёй даже после развода родителей и распозит а может и есть все влад кузнецов ну-ка секунду то может он есть ну-ка блин не получится до узнать ну-ка нет ниже ниже ну ладно злуки сестрой окончил школу золотой медалью и поступил в престижный московский вуз казалось парня ждет светлое будущее в городе полном возможностей но все перевернулось в одно мгновение подтягивайтесь в день собственного выпускного молодой человек выпал из окна общежитой там текст очень много в день собственного выпускного я вот вижу вы иску из газеты и может быть как-то это будет связано с сюжетом надо будет потом почитать отдельно не в реакции молодой человек выпал из окна общежития номер двенадцать намеренный поступок случайность а может в этом замешан кто-то еще студенты уже успели сложить легенды о загадочной комнате в которой жила лежа с тех пор она считается вконтакте даже него есть из иди уже мы хотим мы хотим бухать проклятый говорят во все общаги окна повыбивала как от шаровой молнии прямо сейчас команда из лучших медиумов страны прольет свет на загадку общежития номер двенадцать и семья наконец сможет узнать ответ на волнующий всех вопрос что же послужило причиной скоропостижной кончины молодого человека нет вопрос есть волнующий другой как здесь покажут башарова марата и кто несет за это ответственность не как да ладно сейчас все типа вся серия будет в стиле битве экстрасенсов да ладно ну ка башери real real ну-ка ну нет окей я на самом деле я посмотрел бы такую серию где типа целую серию это выпуска битв экстрасенсов это случаем не док из бесит вот он похож и что такое ты кого-то ждешь ладно в этой самой комнате не будем не будем зацикливаться на мелочах студент доживал последние дни здесь он и встретился звук модема почему бы и нет 5 минут на стройку еще один для какая что тут происходит это я должна спросить а вы кто такой будете мне сказали что комната пустая ну я пошла тебе на встречу с переселением ну что происходит да всех привезли но скажите ему что звезды приехали всех пустят но битвы экстрасенсов существует до сих пор и ведь даже смотрят те кто вот прям настоятельно не верят вот во во все что происходит в этом шоу и чисто смотрят как шоу лишь бы угорать непростое место столько а уж ты заплатить они судят таракан эти еще место шикарное таракан считался священным у древних шиизов я свяжусь через души павших насекомых они всегда благосклонны ко мне чем смогу помогу мне дар от бабки достался а ей от прабабки смогут ли лучшие медиумы страны помочь скорбящийся воробьевы почему бы и нет тем более воронина к сожалению заблокировали потому что море тв она выпускала целые сезоны какое-то время но потом их почему-то заблокировали видимо правообладатели они же стс позвонили и мы сказали что чуваки нахер вы наш бизнес так скажем в общем какого хера вы выпускаете наш контент на на стороннем канале не так не пойдет в воробьёвы они же воронины будут принадлежать только стс поэтому смотрите либо на официальном канале на официальном сайте вернее стс либо на официальном сайте море тв так что вот и кстати говоря они переборщи а хотел сказать не переборщили с персонажами просто почему здесь близнецы внезапно женщины и что здесь забыли код собака петух хотел сказать этот попугай смотрите далее и да почему воробьёва находится на канале тнт они на стс окей реклама и да ребят сразу сорян за то что я буду часто тупить потому что болею очень сильно поэтому бывает мне такое сработает попытка не пытка но ниш не настоящий медиа мы не настоящие детективы надо хоть как-то двигать расследован посторонних площадке этого ставьте фактурный готовность для минуты слышал я фактурный у тебя же вроде девушка есть теперь же это вроде не интересно я знаю что он тут я все записываю давно не виделись вы знакомы вроде того погнали погнали первой считать энергетику местности вызвалась темная ведьма светлана да ладно невероятно ведунья из села проселки безошибочно определила причину по которой мы все оказались здесь хорошо я тебя понял ага я понял хорошо вы думаете вот об этом раздавили блять ничего ничего у меня есть еще у меня есть еще я слышу он говорит со мной допустим по дому скучает это не родной дом его медиумы с хирургической точностью описывали жизни олежа его родной дом то есть общака что еще они расскажут со зрением проблемы были смотрел а не видел отношения были не 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 это смешно даже без кривляний чувак это потому что такой бред но ё-моё а ведь давайте я буду с вами честен я ведь какое-то время когда смотрел битву экстрасенсов с мамой я в этого все верил нагло беспринципно но сука верил что это все правда но ё-моё они такие же точно как и цыгане только разводят более хлестка мощно на всю страну по телевидению только есть огромная разница с цыганами то что экстрасенсы они же оказывают моральный ущерб нашему разуму имея ввиду что верим в этот бред это что было извините мне надо в туалет сосна очень окей спасибо ты ничего не хочешь рассказать нет смысле чё ты там блин скрывал дима это моя личная жизнь я не хочу я личная жизнь давно закончилась мы сейчас расследуем твою смерть а вдруг это важно хима вдруг этот чел не мешай мне нет дима это исключено наверное наверно и сколько месяц роль с твоей жизни а ты что-то от меня скрываешь давай я тебе про свою девушку расскажу мы с ней увидимся сегодня а ты мне не надо можно я это очень лично я пока не готов ладно передохни тут я с конспектом буду рядом выходи как будешь готов с ним там говорил ты за собой не смыл у меня все записано тут вот чем ну ты извращенец конечно василий на место а ты ты думаешь можешь просто так срывать дорогущие съемки платить штрафы слушай сюда я за мной этот момент если дашь медиуму подсказку я думал если ты поцелуешь меня самый скучный так можно выражение выбирать 5 минут готовность найдешь что подсказать хорошо вопроса штрафами ты иду я ты заколебал не ну ты слышал спасибо не за что чё делать то будем видимо притворяться что я интересный и на кой хрен нам в этом участвовать во первых как ты не потянешь штраф ты носки уже месяц купить не можешь ну блин и туда во вторых используем это должен подсказывать подсказывай но неправильно правильно подсказывать буду я говори все наоборот если меня услышат поймем кто из них может помочь в расследовании а если не услышит ну повеселишься поимпровизируешь поехали молодец правильно это моя кровать спал тут четыре года давай давай это кровать она она нет 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 энергетика чужая и и Это моё. Не трогайте, пожалуйста. Нет, не твоё. Энергетика не твоя. Зачем ты врёшь? Я не вру. Это мой. Да, да, это конспект Олега, я видел. Да нет, это другой. Это не твой, это конспект, я сам с него списывал, мы по всей общаге его искали. Сантехан, он говорит, он говорит, убийца в этой комнате? А зачем добавлять субтитры в те моменты, когда наоборот разборчиво слышно, что он говорит, наоборот, наоборот, когда неразборчиво. Чё? Я, что ли? Он ещё не прост, чтобы в комнату его въехать. Он ещё и конспект спёр. Вот-вот. А я правду говорю. И зачем про тетрадку наврал? Улики? Взял и спёр, взял и спёр, взял и спёр, а я с тобой пришёл. Потому что я вижу его, призрака, и он привязан к этой тетрадке, так что я вам её не отдам. Дима, ты чего? Я же говорил, я же говорил. И ты был прав. Я говорил с ним. Я не понял, а мы продолжаем? Мы продолжаем. Мы продолжаем шарлатанам, реально расследовать его смерть, а не копаться в грязном белье. И ничего, он не скучный. Душнело тут ещё, конечно, но он клёвый. А вы все... Неожиданное признание на съёмках, к сожалению, оказалось не более, чем желанием студента прославиться, наживаясь на чужом горе. Съёмочная группа была вынуждена подчерить общежитие, так и оставив семью Олежи. Без ответов. И тут я такой, о, нет, это я тут медиум. Они такие, а чего? Но чего ты такой, Кис? Всё же получилось. Они отстали и про твой союз не вспоминали больше. Ага, как и про мою смерть. Мы там же, где были. Честно, я не понимаю, как вообще можно не помнить свою смерть. Это же, ну, типа, смерть. Не, чувак, это нормально. Я вот, например, своё рождение не помню. Хотя. Не знаю. Её все не помнят. Рождение же мы не помним, может, и тут то же самое. Ну, хоть что-то ты должен помнить. Помню. Помню, что споткнулся на шнурки, я завязывал бабочку вроде. Окно было открыто. Помню, как падал. Помню скорую. Всё. Погоди. То есть, тебя везли в больницу. А что, если ты всё ещё... Вот, блин, свидание. Я вообще за... Типа, в коме? ...был. Она внизу уже ждёт. Олеж, я... Иди. Не заставляй дорогих тебе людей ждать. Спасибо. Но я не закончил. Вернусь, обсудим. Типа, ты хочешь сказать, что... Типа, он лежит в коме, и каким-то образом его душа вырвалась из его тела в виде призрака? Господи, столько вопросов, столько загадок. Надеюсь, когда-нибудь раскроется вопрос по поводу того, почему только он видит его. Простите, а вы тут живёте, да? А что? Опять телефон забыл? Он на столе. Должен сам всё помнить, я тебе не... Мама. Мама? Привет. Извини, пожалуйста. У нас тут сегодня такое было. Вообще некогда даже на часы посмотреть. Долго стоишь? Да не, только подошла. Короче, знаешь... Так, ну, телефон звонил, конечно. Сейчас, секунду. Ребят, сорян, что у меня сегодня получилась такая угрюмая и реакция ни о чём, потому что плохо себя чувствую, и поэтому так вот всё сложилось. Но, тем не менее, из-за болезни откладывать реакцию я не хочу, поэтому буду делать как есть. Пришлось сегодня, ребят, тупить. Извините. Зато я никак. Битву медиумов, а? Вы уж простите меня. Да, но... Тогда зайдем. Я хочу тебе показать новую шаурмичную. Ах... К сожалению, таких как ты существует мало, которые не смотрят ни медиумов, ни башаровых, ни прочих. А так... Так, подожди. Так, нет, давайте всё же, всё же прочитаем эти имена. Но здесь почему-то не написано про... Господи. Про все Волода Кузнецова почему-то не написано. То, что звукоператор это Фёдор Комикс, это я сразу понял, но он решил этого не озвучить. По голосу узнал. Рикани? Ну... Не, ну на самом деле Рикани... Её почек я узнал, когда было показано про универ. Если это, конечно, её почек. Если это не её почек, то... Ну, не её почек, значит. А чё... А чё проседала... Взяла до Кузнецова на лица? Ей-богу. Серьёзно. Я потому что... Так, это вот этот вот, который... Местный майор Гром, у которого, типа, должен был быть отдельный мультсериал. И я, потому что по нему тизер видел. Где он там в какой-то камере... Где он там в какой-то камере на допросе, и он там камера его снимает. Это вот он, не он? Это, по-моему, не он. А может, он хз, не знаю. В общем, вот, ребят. В общем, как-то вот так. На самом деле... На самом деле, мне эта серия очень нравится. То есть, из всех трёх серий, вышедших по духу общаги, мне пока нравится только вот эта вот серия. То есть, прям вот самая лучшая. Конечно, на самом деле, первая серия, она тоже хороша, но третья серия смогла её переплюнуть, на мой взгляд. Вот. Поэтому, ребят, ещё раз сорян за то, что я сегодня в этой реакции тупил, потому что у меня плохое самочувствие, но откладывать реакцию я не хочу. А также ждите обзора, когда он разблокируется и разблокируется, или вообще. Плюс, тут мне ещё говорили, что звук едет в обзоре на шестую серию, типа из-за того, что вот я взаимодействовал с редактором YouTube. Я вот у одного чувака проверил, и он говорит, что нет. То есть, у кого-то может быть такой, ребят, баг, у кого-то может такого бага не быть. Поэтому я вообще не знаю, как эту проблему решить, потому что на самом деле такое у меня случается первый раз, когда добавляются 6 лишних секунд, и вот ролик завершается, и потом ещё 6 секунд идут. А по таймингу этих 6 секунд быть не должно. То есть, как это получилось, я понятия не имею. Это у меня происходит первый раз на самом деле. Хотя почему-то мне кажется, что это не у одного у меня такое было. Вот, поэтому напишите в комментариях, есть ли отставание в звуке, в звуке в этом обзоре. Вот, и как вам реакция? Потому что, на мой взгляд, сегодня реакция получилась довольно тухлой. И, опять же, третий раз повторюсь из-за плохого моего самочувствия, из-за кашля, из-за температуры. В общем, вот. Поэтому не болейте, всем удачи, всем пока. На этом всё. Субтитры сделал DimaTorzok